Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Американский сенатор заблокировал принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян. Председатель общественного совета армии Невазген Манукян объявил о своей отставке. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Бакоса Ахян подписал законы о внесении изменений и дополнений в законы о пяти цех, о консульской службе, о местном самоуправлении, об общественной службе, о дипломатической службе, о налоге на имущество, о налоге на землю и в регламент национального собрания. Американский сенатор и республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом передает РИА Новости. Грэм воспользовался правилом, согласно которому один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой. «Я только что встретился с президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом, поговорил о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Сирии из-за военного вторжения Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения могут вместе решить эту проблему», – заявил Грэм в ходе транслировавшегося по телевидению заседания Сената. Грэм, который считается близким союзником Трампа, добавил, что сенаторы не должны ни приукрашивать, ни переписывать историю. Председатель Общественного Совета Армении Вазген Манукян объявил о своей отставке. Он отправил членам Общественного Совета письмо, в котором сообщил, что считает свою деятельность в Общественном Совете бессмысленной и покидает Совет, о чем письменно проинформировало правительство. На последнем заседании Общественного Совета написал Манукян, «Я сказал, что несколько раз пытался встретиться с премьер-министром, найти грани сотрудничества для ослабления напряженности в обществе и с помощью Общественного Совета предотвратить некоторые шаги, которые, на мой взгляд, опасны для государства. Вам также известно, что эти попытки потерпели фиаско. Со временем нашего последнего заседания прошло некоторое время и снова никакого отклика. В этих обстоятельствах я считаю свою дальнейшую работу в Общественном Совете бессмысленной и оставляю совет, о чем уже письменно уведомил правительство, говорится, в заявлении Вазгена Манукяна». На днях в Арцахе завершился месячник, посвященный психическому здоровью и проблеме суицида. На нем присутствовали представители Ассоциации психологов и психиатров Армении и Нагорного Карабаха. В своем выступлении президент Ассоциации психологов и психиатров НКР Эльфрида Сарумян приветствовала проведение подобной конференции. «Месячник, который проводится совместно с нашей Армянской психиатрической ассоциацией, я в курсе, что обмузмен Армении особо обратил внимание именно на психиатрические больницы, потому что сегодня это, я скажу вам как врач-психиатр, проблема психиатрических больниц, психиатрической службы сегодня остается, как всегда, на первом актуальном месте». Докладчица озвучила и количественные данные. «В моем диспансерном журнале 59 детей с аутистическим спектром. Основная масса – это мальчики, мужской пол. 33 ребенка у меня с умственной отсталостью, это я говорю только по городу, ну и более 40 с интеллектуальной недостаточностью. И в основном это мальчики, их интеграция, их инклюзия, их социум, в чьих руках? Ну, наверное, в наших руках». Эльфрида Сарумян затронула проблему суицида. «Вопрос суицидов – это уже очень такая тема тревожная, актуальная, тем более это подростковый возраст. Обычно и у нас в городе, даже вот в самом какие были случаи, мы оказывались всегда перед фактом этих суицидов. Но как их предотвращать, как узнать, как наши подростки, наши личности вынашивают эту идею? Это очень сложная проблема, о которой надо думать и решать». Президент Ассоциации психологов и психиатров НКР сделала особый акцент на проблеме ранней диагностики заболеваний. «Я бы сказала еще другую актуальную проблему – ранняя диагностика. У нас каждый год какие-то планы, и вот весь 17-18 год нашей ассоциации и мною было посвящено ранней диагностике нервно-психических расстройств у детей именно с целью их раннего инклюзивного образования, обучения. И эта проблема сегодня тоже номер один. Педагогический форум, который проходил в Арцахе, тоже была фактически основа опять вот этого нашего именно социального статуса наших больных и детей, и почему бы и нет нашей общественности, которые должны обязательно быть информированы». Эльфрида Сарумян в конце своего выступления коснулась нехватки специалистов в области психологии и психиатрии. «О кадровой политике, об отсутствии вообще врачей, ни детских, ни взрослых психиатров в районах Арцаха, но это тоже проблема номер один. Хотя мы находимся в тесном контакте с педиатрами. Я сама делала в 2017-2018 году выезды в районы Мардакер-Мартуни, и главные врачи были тоже озабочены. Мы информировали о первых признаках расстройств, задержек или же аутистического спектра». Доклад Эльфрида Сарумян удостоился бурных обсуждений со стороны участников «Круглого стола». Михаил Махитарян вернулся домой с чемпионата мира по фудокан-карате с золотой медалью, который проходил в городе Штутгарт, Германия. Пока ждали чемпиона, первое интервью взяли у отца, одновременно тренера Ашота Махитаряна. «С 16 лет я уже с ним, Бог-богу, занимаемся. Первый учитель Арам Геворгян, потом восьмой дань чёрный поезд Карен Авид Исиан, президент Федерации Армении. Четыре круга он выступал. Очень достойные противники были, очень трудно он выиграл. В конце полностью он собрался и в финале победил». Чемпиона встретили с хлебом и солью. Родные и близкие друзья, спортсмены, представители Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах. Своими эмоциями с нами поделился Михаил. «Это моя первая медаль с чемпионата мира. И хорошо, что золотая медаль. Также у меня есть с чемпионата Европы медаль золотая. Какой бой был самый сложный для вас? В общем, было четыре боя. Первый был со спортсменами из Чехии, затем в Венгрии, Италии. И самый сложный был финал. Это был спортсмен из Германии. И чемпионат проходил в Германии. Было сложно в финале. И очень хорошая конкуренция. Была благодарен моим соперникам. Я готовился более усерднее, потому что чемпионат мира – это самая высокая цель и мечта. Поэтому, когда проходит чемпионат, эмоции, чувства другие бывают. Чемпионом становишься, пока не можешь понять, что это такое». Президент Федерации Фодукан Карате Армении и Конфедерации Азии, обладатель черного пояса 8-го дана Карен Аветисян, высоко оценил выступление своих спортсменов, завоевавших 10 золотых медалей. «Проходил превосходно». «Вы ожидали такого результата?» «За 6 месяцев уже начали готовиться. Наша команда, 9 человек участников и я с ними. 10 золотых и ещё медали есть. Взяли медали по КАТО, по КУМИТЭ, по командной». Финансировал поездку Михаила председатель фонда будущих поколений Григорий Габриэлянц. Он своей целью считает помощь молодым талантам. «Моя цель сделать так, чтобы яркие звёздочки, которые есть у нас в Арцахе, чтобы они доходили до того триумфа. Лозунг, который я пропагандирую, сегодня дети, завтра народ. Победа – это сумма многочисленных действий, это его моральная чистота, это уметь трудиться, регулировать свою нервную систему, быть нормальным, физически развитым человеком, иметь цель, к которой ты стремишься. Цель – это максимальный, это волевое его усилие. Сумма мастерства поражается тренером. Личные качества – это его генный потенциал». «Его психологическое состояние – это среда обитания, в которой он живёт. Моя функция – увидеть благое, хорошее и дать ему колчок, то движение, которое ему может помочь». Впереди у нашего чемпиона новые планы достижения новых высот. И о погоде. В субботу 16 ноября на территории НК рождается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 м в секунду. Термометры покажут 2,7 тепла ночью, днём 4,10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.